Всем привет! Добро пожаловать на канал Natalie4U. Меня зовут Наташа. Сегодняшнее видео у нас будет о 10 бьюти-средствах, которые я для себя больше не использую. То, от чего я отказалась, считаю бесполезным, ненужным или же просто мне уже это перестало нравиться. Если вам такая тема интересна, то, конечно же, продолжайте смотреть. По традиции напоминаю вам, что подписка на канал есть внизу, а также там есть колокольчик, чтобы вы получали уведомления о выходе моих новых видео. Ну и ваши лайки и комментарии очень помогают развитию моего канала. На данное видео меня вдохновила Ольга Глоссу, у которой недавно вышло такое видео, и Диана Суворова. С удовольствием смотрела видео девчонок и подумала, что, наверное, мои мысли очень сильно с ними сходятся, во-первых. А во-вторых, у меня есть и что-то свое, о чем я вам хочу рассказать. Но еще есть другие наметки, так скажем. Возможно, выйдет еще одно видео, небольшой спойлер такой. Итак, первым делом я вам хочу рассказать про такую категорию, как палетки для лица. Я могу сказать, что я совершала несколько таких покупок, но каждый раз я понимала, что эта вещь абсолютно, ну, достаточно бесполезна. Лежит у меня в столе, и до сих пор несколько таких палеток у меня лежат в столе. Например, палетка для контуринга от Kat Von D, палетка от Becky, в которой несколько румян-хайлайтеров, и палетка даже от Заива с четырьмя румянами. По сути, такие вещи действительно нужны только для практикующих визажистов. Если ты обычный, нормальный, стандартный человек, который красит только себя, тебе не нужны три оттенка контуринга. И тебе не нужны там три оттенка хайлайтера. Да, как бы я могу сказать, что хайлайтеры мы, конечно, покупаем в разных оттенках, но, тем не менее, так почему-то получается, что вот эти палетки конкретно я не использую, потому что мне подходит какое-то одно средство из палетки, а палетка сама громоздкая, и получается, что она занимает, во-первых, место, во-вторых, эти средства за ненужностью у меня хранятся. Я считаю, что такие вещи действительно необходимы только визажистам. Ваше мнение, как обычно, жду внизу, внизу под видео в комментариях. Следующая категория – это салфетки для снятия макияжа. Какое-то время назад я активно, действительно активно пользовалась салфетками для снятия макияжа, и именно ими удаляла макияж. Но все-таки я понимаю, что именно салфетками как-то у меня кожа больше травмируется, тянется, и это не такое, не супер бережное. Во-вторых, мне почему-то большинство из салфеток стало щипать глаза, стало с ними некомфортно. Мне гораздо удобнее, спокойнее, практичнее с ватным диском, с мицеллярной водой, что я сейчас и практикую. Салфетки даже на случай дорожного варианта не беру. Я просто отливаю мицеллярную воду в дорожный флакончик и пользуюсь. И да, как там специальных отдельных салфеток, например, когда я делаю сводчи вам на новую косметику или для видео, я тоже не имею, я могу удалить все это обычной влажной салфеткой. Следующая категория это корректоры под консилер для, так скажем, цветокоррекции, для убирания синяков, для убирания покраснений. Сюда бы я еще включила, наверное, какие-то вот цветные базы, которые я в принципе, наверное, ну да, были попытки их покупать, но у меня не зашло. Это те вещи, которые мне действительно не зашли. Во-первых, что касается корректоров или консилеров, как их многие называют, ну это цветные консилеры, так скажем, которые наносятся непосредственно под обычный консилер. Для меня это действительно слоеный пирог, который создается под глазами и который делает, состаривает кожу под глазами. Мне не нравится этот эффект. И мне понимается, что такие вещи необходимы только для каких-то вот фотосъемок, где потом будет ретушь на лице, может быть. Я в принципе имею нормальную кожу, без каких-то выраженных супер недостатков. И вот в этой категории средств тоже не нуждаюсь. И следующая категория это матовые жидкие помады. Я никогда не думала, что я назову эту категорию в таком видео, потому что это была одна из моих любимых вещей. Я очень хвалила, очень любила. И может быть я те помады, что у меня есть, иногда еще даже буду использовать. Но каждый раз, когда я их использую, я понимаю, что мне стал важнее комфорт, что любая матовая помада хотя бы чуть-чуть, но подсушивает губы. И да, я использую помады с матовым эффектом. Даже конкретно сейчас на мне помада с матовым эффектом. Но помады, которые в тюбиках, которые кремовые, которые не суперстойкие. И таким образом они не супер сильно травмируют губы. Говоря про категорию вот такую, как Nuba Melibachi, для меня вообще уже, ну может быть я на какую-то съемку и накрашу, на какую-то фотографию накрашу. Но так, чтобы использовать это в обычной жизни, нет. В обычной жизни стали преобладать действительно кремовые, комфортные помады. Да, пусть они не суперстойкие, но они не напрягают тебя. Следующая категория, это всякие разные средства для удаления волос. Будь то кремы для бритья, или кремы для депиляции, или какие-то муссы там для бритья и так далее. Все, что есть в этой категории, я об этом со спокойной совестью смогла забыть. Ну, кстати говоря, кремы для депиляции мне не нравились никогда, почему-то они на меня очень плохо действовали. Но я смогла забыть обо всей целиком этой категории, потому что есть такая вещь, как лазерная эпиляция. Ну, я не могу здесь советовать, потому что каждый выбор делает сам. И там вредность, невредность и так далее, много разных слухов ходит. Но то, что однозначно для женщины становится намного легче ее жизнь, когда это происходит, когда ты посетишь несколько сеансов лазерной депиляции, это так. Поэтому, да-да-да, я рада, что мне уже вот эти все средства не нужны. Следующая категория, это обычные лаки для ногтей, всякие разные прибамбасы к ним. Это топеры, это базы, это какие-то средства уходовые для ногтей. Я уже несколько лет делаю гель-лак. До этого у меня был перерыв, но до этого тоже был гель-лак. Перерыв случился, я не знаю почему, наверное, в связи с тем, что я была в декрете. И потом постепенно возвращалась к этому. В общем, коллекция лаков была достаточно большая. Детально я уже не помню, как я вернулась на гель-лаки. Но гель-лаки, это лучшее, что может случиться с моими ногтями. И поход на маникюр и педикюр, это лучшее, что может случиться со мной. Я не делаю маникюр дома, поэтому, в принципе, даже пилки я допользую те, которые у меня есть. Либо те, которые вот тебе твои использованные, одноразовые, дают в маникюрном салоне. Мне этого вполне достаточно. От маникюра до маникюра я, может быть, раз в год могу какой-то недостаток в ногтях подпилить. Но, в принципе, этих недостатков нет. Поэтому необходимость у меня просто отпала. Следующая категория, это какие-то локальные средства. Атакны, прыщей и так далее. Я делала эти попытки. Я покупала себе средства в каких-то маленьких тюбиках за супер сумасшедшие деньги. Но они на мне не работают. Вот действительно, даже вот эти пластыри корейские, которые ты лепишь на акне, ничего на мне это не действует. Мне кажется, проще зубную пасту на прыщик себе намазать, и то больше эффекта будет. Следующим пунктом я назову матирующие праймеры. Именно от матирующих праймеров я решила отказаться полностью, потому что я пропагандирую праймеры для склонной к жирности кожи, которая не содержит масел. Но такие праймеры, которые вот за, типа, Porefessional от Benefit, которые такие силиконовые, и вы наносите их сверху, как маску на свое лицо, вот от таких праймеров я призываю вас отказаться, потому что они ничего толком суперского не делают, в моем конкретно случае. Но покупка праймера, который просто не содержит масел, который содержит в себе не вот такие замазывающие вещи, но в то же время лицо твое перестает жирным блеском блестеть. Я много раз рассказывала про такие базы, как Embryolisse, даже у бюджетной марки Catrice есть для жирной кожи база. И действительно это на мне работает. Я сторонник баз, у них есть сторонники или не сторонники, я сторонник баз под тональную основу, но, пожалуйста, не вот эти замазки. Следующая категория это блески для губ, и это конкретно моя ситуация, никого здесь не могу ни ругать, ни хвалить за использование. Мне иногда хочется, мне прям тянет и иногда прорывает купить блески, но я понимаю, что в моем конкретно случае с блесками для губ мне некомфортно. Подул ветер, прилипли волосы, дотронулся там рукой, вот я губы спокойно могу потрогать, там сразу твои будут липкие руки. И как-то вот эта вот вся история, не знаю, почему-то я не чувствую кайфа от блеска для губ на губах, и поэтому понимаю, что даже если я покупаю такие вещи, то они у меня лежат. Вот я сейчас, если честно, очень жестко борюсь с собой, потому что мне очень сильно понравились два оттенка для губ, блеска для губ от Chanel, и я вот прям стою на перепути, покупать или не покупать, буду я использовать или не буду. И до сих пор борюсь с собой, заставляю себя не покупать. Хочется, но бесполезная покупка будет, скорее всего. Ну и последним десятом пунктом у меня будет уходовое средство, и это такая категория целая, как эссенция. Эта категория применяется после тонера и до серума, до сыворотки. Если честно, я сильно не поняла вообще. У меня опять-таки были несколько попыток. Я даже очень дорогие, последняя эссенция у меня от Елена Рубинштайн. Но я не вижу ничего, я не вижу, чтобы это работало, я не вижу, чтобы это был какой-то эффект дополнительный. Зачем она нужна, кроме как того, чтобы мы заплатили за нее деньги? По-моему, вот действительно ноль эффект. Я этот шаг не понимаю, к нам это пришло из Кореи. Там, вы знаете, многоступенчатый вот этот уход. Но для меня он абсолютно излишний. Я знаю, что есть много-много людей, которые просто пищат от восторга от эссенции, от Миша, Time Revolution. У нее очень много поклонников, и люди говорят, что это прям вау. Я ее купила. Я не поняла. Вот честно. Ничего. Ноль, зеро и полное разочарование. Очень быстро закончились 10 пунктов. Как-то незаметно протекла наша беседа. Я надеюсь, что данное видео вам понравилось. Я с удовольствием встречусь с вами в комментариях, где вы поделитесь вашими средствами, от которых вы отказались, которые вы еще посчитали уже после какого-то времени использования, ненужными в своем уходе или макияже, или ежедневной рутине. Мне будет очень-очень интересно почитать это. И, возможно, у нас мнения сойдутся, что-то я забыла здесь упомянуть. И тогда последующие видео будут выходить на эту тему также. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Ваши лайки, комментарии и подписка на канал очень помогут моему продвижению, конечно же. И также не забывайте, что у меня есть Инстаграм, на котором я появляюсь в моей ежедневной жизни очень-очень часто, практически каждый день бываю в сториз, ну и фотографии тоже иногда там появляются. Ну что ж, всем пока-пока, встретимся в следующем видео.